Организации проведения капитального ремонта недовольны родители учащихся средней школы имени Абая, села Шелек, имбекшиказахского района. С их слов, работы ведутся некачественно. Кроме того, исполнители госзаказа отстают от сроков завершения реконструкции объекта. В связи с этим, руководство районного отдела образования намерены подать иск в суд на подрядчика. В свою очередь, представители подрядной компании не отрицают от основания от графика. Однако на это были причины несвоевременного исполнения договоренностей со стороны самого заказчика, уверяют они. В ситуации разбирался наш корреспондент. Здание школы имени Абая в селе Шелек, рассчитанное на 520 ученических мест, было построено в 1991 году. С лета прошлого года здесь ведется капитальный ремонт объекта. Генеральным подрядчиком выступила компания ТО «СПнефть». Отметим, что соглашение между Эмбишеказарским районным отделом образования и подрядной компанией было подписано в июле 2023 года. Согласно заключению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальный ремонт необходимо завершить по истечении 9 месяцев. С момента начала данного капитального ремонта до ноября месяца работа шла, но с ноября месяца работа остановилась. Практически тут нет рабочих, работа стоит. Всю зиму работа тут не проводилась. На сегодняшний день у нас на 30 апреля должно быть окончание данного капитального ремонта. Но, как вы все видите, ремонт, я думаю, не закончится. Сейчас подряд на организацию поступило письмо на продление двухмесячного срока, но мы со своей стороны с этим не согласны. 30 апреля, если они не закончат данный капитальный ремонт, то мы со своей стороны будем вынуждены обратиться с иском в суд. Капитальный ремонт, полностью сейсмические работы, замена полностью кровли, замена всех тепловых этих сооружений, допустим, кровлю полностью меняли, точно так же отделочные работы и наружные работы полностью входят. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет 85%. По словам руководства подрядной компании, отставания от графика незначительные. А причиной тому стали погодные условия в зимний период. Во время которых, согласно требованиям строительных нормативов, проведение влажных и других отделочных работ не рекомендуется. По мнению специалистов, очень важно, чтобы капитальный ремонт был проведен качественно. На данный момент ведутся внутренние малярные работы, в том числе установка технологического оборудования. Наряду с этим проводится и благоустройство территории образовательного учреждения. Стоит отметить, что на данный момент на объекте трудятся около 60 человек. Тендер был выигран нашей подрядной организацией в апреле прошлого года. К работам мы приступили, получается, где-то в июне, в июле, потому что что-то там происходило с заключением договора. И все работы идут по плану, финансирование нормальное, материалы все есть. Есть некоторые погрешности в проектах, но это, так сказать, решаемые рабочие моменты. Единственное, то, что мы просим, почему мы просим срок продлить чуть-чуть, это для того, чтобы из-за того, что мы поздно начали в прошлом году, некоторые работы мы не могли проводить в холодное время года. Из-за этого мы их отложили на весну, чтобы не получилось брака. И сейчас уже практически все мокрые процессы закончены у нас. Осталась только побелка, покраска, повесить электричество и кафельные работы. Все. По наружке ограждение, оно уже изготовлено, привезено. На днях начнем монтаж. И я думаю, в течение двух месяцев у нас объект полностью будет завершен. Напомним, что на капитальный ремонт здания школы имени Абая в селе Щелек в прошлом году был выделен 1 миллиард 196 миллионов тенге. Из них свыше одного миллиарда денежных средств освоено полностью. В этом году также выделено еще порядка 207 миллионов тенге. Во-первых, было холодно. Весна же только пришла. И, допустим, Левкас, вот, допустим, в Кигене мы точно так же ремонтируем. У нас пришел Аким, он сказал, давайте посоветуемся и прекратим. Мы согласились. Здесь точно так же мы остановили эти работы, потому что, ну, это будет заведомо брак. Мы, если там по срокам где-то там есть определенные моменты, мы за них, конечно же, ответим. Но для нас, в первую очередь, главное качество работы.